Республиканской больнице номер один в этом году исполняется 25 лет. В год открытия учреждения в нем работали лишь отделения педиатрии и детской хирургии. В 2001 году появились отделения узких специализаций, эндокринологии, нефрологии и урологии. О работе последнего расскажет Александра Охлопкова. Урология – это наука, которая изучает заболевания органов мочевой системы, мужской половой системы, занимается разработкой диагностики, лечения и профилактики. Функциональная хирургия – это сейчас самое последнее направление. Не просто спасти жизнь человеку, но также и чтобы он дальше работал, жил, не допуская инвалидизации. И вот такие операции у нас очень хорошо поставлены. И они на одном уровне практически то, что делают в Москве и в Санкт-Петербурге. Именно по этой причине процент так называемого спецлечения, когда мы отправляем больных в центральные клиники, достаточно мало совершенно мизер. Отделение урологии – одно из высокотехнологичных отделений медцентра. Ежегодно здесь оперируют более 500 человек. Да и виды операций давно привалили за 50. Операция по поводу варикоцели – это расширение вен семенного канатика. Часто встречается слева у молодых мужчин. Часто она является причиной бесплодия у мужчин. Операция длится в среднем 20-30 минут, ну не больше. Операция, можно сказать, одного дня. Пациент поступает, на следующий день мы ему делаем операцию, и через день мы его выписываем. Заслугой этого отделения мы могли бы смело назвать то, что сформировал совершенно новый коллектив у них. Коллектив, который готов идти вперед. Совершенно прогрессивный коллектив. Последние годы отделение шагнуло далеко вперед в сфере современных урологических операций. Приобрело колоссальные знания и уже практикует сложные операции. Валентина Александровна Нечаева из своих 69-45 лет отдала отделению урологии. В 1973 году в декабре, ну как это можно сказать, организовали или как ли это, новое отделение открыли урологическое на 25 коек. Изменилось очень много, как говорится, в лучшую сторону, стали по новым технологиям работать. Мечта любого хирурга – робот-довинчи. Этот робот способен оперировать посредством видеокамеры и трех механических рук, что ведет минимальному вторжению в человеческое тело и контролируется хирургом с помощью трехмерной панели изображения. В ближайшем будущем мы надеемся, что у нас будет роботическая хирургия. То есть это робот-довинчи, это совершенно новая методика хирургического лечения различных состояний. И это вот новый шаг в хирургии мировой. Она везде используется. В России много таких аппаратов. И мы надеемся, что у нас тоже будет. И это будет хорошим подспорьем, где будет дальнейший задел на еще 25 лет. За 16 лет проделана огромная работа. Останавливаться никак нельзя. Да и мыслей таких у врачей и урологов нет. Они ежегодно повышают свои знания. За каждые пять лет проходят обучение. 14-го приехал, 19-го положили. Прошел исследование, прооперировался. Операция прошла успешно. Спасибо доктору. Несмотря на всю сложность работы, эти люди остаются верны своей профессии. Совершенствуют знания и навыки. И главной оценкой своей работы считают благодарность и признание пациентов. Александра Хлопкова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.